Здравствуйте! Осталась неделя до Нового Года. Все готовятся к празднику. А как быть тем, кто придерживается рождественского поста? Об этом нам сегодня расскажет отец Антоний, ключарь Германовского храма. Рождественский пост выпадает на время подготовки к новогодним праздникам. И очень часто у людей возникает вопрос о том, как проводить новогодние праздники, каким образом реагировать на приглашение начальства, на корпоративные вечеринки и на корпоративные мероприятия. Здесь достаточно просто ответить на этот вопрос с одной точки зрения. С какой? Если вас приглашают начальство, и если у вас нет возможности отказаться для того, чтобы не быть белой вороной, для того, чтобы не портить отношения с коллегами, вам лучше пойти на это мероприятие. Ведь пост в первую очередь это пост духовный, не пост в пище и питье. А пост, ограничивающий в себе грехи. Грехи разного рода. Страсти, слудострасти или увеселения. Но когда в организации собирается такое торжественное мероприятие, для того, чтобы действительно не вызвать в начальство недовольство, то лучше на него пойти. Лучше попаститься дома, когда уже новогодние все мероприятия закончатся, когда будут выходные дни. В это время лучше попаститься дома построже. И тогда никаких проблем это не вызовет. Часто говорят, что психологически рождественский пост сложнее. Он не сложнее. Он просто нам непривычен и необычен. Необычен тем. Чем? Тем, что нам приходится себя ограничивать. Но ведь вспомните, каждому Новому году у нас все магазины полны разных фруктов, которые мы привыкли вкушать именно на новогоднем столе. Такие как мандарины, хурма. А это же постный продукт. Это и праздник, и в то же время пост. Никаких проблем в этом нет. Да, нужно немножко ограничить себя в каких-то вещах. Помните смотреть развлекательные телевизионные программы? Но ведь и они порой уже не такие веселые, как это было раньше, в детстве. Соответственно, этому и нужно выбирать ограничения для себя. Что касается увеселительных мероприятий, то ведь в Евангелии сказано, что вино довеселит сердце человека. Но не упивайтесь вином. Поэтому веселье в сердце, оно должно быть всегда. И тем более постом. Постом мы очищаемся от своих грехов. А разве это не повод для веселья нашего? Разве это не повод для того, чтобы порадоваться и посмотреть, как меняется природа вокруг? И все города становятся белыми, все деревья становятся белыми, снег. Это очень радостно и весело. Поэтому радость нужно искать, в первую очередь, в своем сердце. Не в увеселениях каких-то, не в развлечениях внешних, а именно в внутреннем состоянии человека. Часто задают вопрос о том, как быть с новогодними праздниками. Оставаться ли дома, укрыться подушкой, одеялом, и не слышать ни звук петард, ничего. С недавнего времени, не только в нашем городе, но и в других городах, и в крупных, и в московских городах, существует такая традиция. На Новый год вечером в ночь с 31 декабря на 1 января служится Божественная Литургия. Вот в нашем храме, в Воскресенском Германском соборе эта традиция поддерживается со времен Владыки Прокла. Он ее ввел достаточно давно, и наш храм продолжает эту традицию. Служба начинается в 11 часов вечера Божественной Литургии. Все желающие могут прийти на эту Божественную Литургию помолиться. И ровно в полночь, с небольшим перевесом за 1 января, начинается молебен перед новолетием. Вот это прекрасная альтернатива для тех, кто не хочет слушать взрыв петард, но при этом хочет провести с пользой свой новогодний вечер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...